Задача сводится к определению класса Соболева, который хорошо изучен в статье Сергея Кузьминовича Докрианова в 2012 году. И приведем в теорему, полученную в этой статье, аналог которой мы будем доказывать живую в настоящей работе. Пусть гомеонаптизмом Фи обладает следующими свойствами. Он принадлежит классу Соболева, имеет конечное поискажение, и личина К, как Фи и Ф из ЛРО. Тогда обратное предложение у нас имеет то, что следующее свойство, что денджит класса Соболева, подливает импэ штрих, и пэ штрих подливается следующим образом. Имеет конечное искажение, и также отлична К, Ти-минс, первой, Ку-штрих, денджит АВ-2. Далее напомним основное определение из теории костром Форлича. n-функция, будем называть n-функцией четко на внутреннюю функцию, для которой вы помните следующие теории. Для каждой н-функции у нас будет дополнительная функция, которая также является равной функцией. Важную роль в изучении профессора Форлича играет скорость роста на функции, которая их определяет. И поэтому вводятся следующие условия на эти функции. Говорят, что функция удовлетворяет дельта-два условию, если существует некая константа, для которой выполняется это неравенство. И говорят, что функция удовлетворяет дельта-штрих условию, если выполняется следующее неравенство для константы С. Надо отметить, что дельта-штрих условия, если функция удовлетворяет дельта-штрих условию, то она удовлетворяет и дельта-два условию. И при этом также отметим, что все функции, которые удовлетворяют эти два условия, растут не быстрее степенными. Далее введем пространство Орлича. Пространство Орлича — это сорокусность измерения функций, которая удовлетворяет следующие условия, где у нас функции В, они должны быть какими-то такими. Для функции, которая удовлетворяет эти два условия, это функция, удовлетворяющая эти два условия, оно совпадает с таким вот пространством. Пространство будем рассматривать с нормой Лексенбурга, которая задается следующим равенцем. Основной результат, который формулируется в настоящей работе, и формулируется в предположении, что функция M2, определяемая из таких соотношений, то есть у нас данная функция M и M1, и из них мы определяем функцию M3, потом дополнительную, и функцию M2. Вот получившаяся функция M2, а у нас удовлетворяет дельта штрих фольг. А на M функцию M у нас укладывается вот такое ограничение, и для случая с какими состепенами, то это 0, потому что... И вот у нас то же самое, что M1, и M2, и M2, и M2. И вот у нас есть функция M2, и 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 M2. То есть такая величина. М функции R и R2 являются у нас через функции M2 и M, соответственно. И через них уже мы можем прийти функцию R1, которая определяет пистанцию сопротивленного облача. Используя эту теорему, мы можем, так сказать, справедливость от следующего возражения, в отличие от предыдущего в том, что FI имеет здесь конечное искажение, и какое искажение, и другое, в другую причину, как FI. То есть здесь был ADJOYM, DEFI, здесь просто. И на основании... Ранее нами встречался вопрос о условиях, при которых отображение отображает ограниченный оператор вложения пространства в Соболевого облача. Ожидает ограниченный оператор вложения в Соболевого облача. И, используя полученное данное свойство, мы применяем следующий период. Здесь у нас функция M, другое, это шлиф условий. И, так же здесь, то условие на функцию M, которая была сформулирована, не звонить, есть неповинку. И очень прямоо. Но если в элементuppimar тизлении у нас пораждают ограниченные игры на композиции одной парой круостанств Соболевого облача., и avoir ограниченное��е инстаблик, тогда и на тран蒂Д это отображение у нас так же пораждают ограниченные игры на композиции другой парой круостанств Соболевого облача, и имеет мышечные искажения. Ну и здесь функция R1, они являются как предыдущие теории. И если у нас функции имеют специальный вид, то мы можем формулировать еще следующее условие, которое где-то для более широкого класса функций. Здесь мы требуем меньшее, здесь у нас функция M. Ее главная часть вложений в следующий вид. А функция M1 у нас должна быть в предыдущем 2, чтобы быть более слабым. Когда действие изображений порождает ограниченный траток композиции пространства в Соболе и Орвиче, имеет конечное подскажение, и тогда обратное подражение порождает ограниченный траток композиции новых пространств в Соболе. Альфа, Фрик и Фрик, это некие консантры, которые определяются с нюнцами M и M1. Ну, значит, все, теперь вам будем внимать. Я хочу задать вопрос, может он не очень интересен в этой постановке, но обычно, по крайней мере, в теории функций для других пространств с помощью этих замен переменных, с помощью гомеоморфизма исправляют функцию. Но, в частности, если функция ограниченной вариации, то ее можно исправить с помощью гомеоморфизма для Липшицевской функции. А здесь что-нибудь такое бывает? Что-нибудь улучшить свойства с помощью выбора гомеоморфизма? Ну, как ты понимаешь, это тоже, ну, то есть это так же верно просто, что... Как верно? А до чего мы исправим? То есть, если функция у нас есть где-нибудь, то с помощью гомеоморфизма мы ее можем исправить до чего? Я не про это говорю. На самом деле, в теории Людоффу и была известна такая проблема, что если у нас есть там ряд функций, у которых есть ясно, можно с помощью замены переменной сделать так, чтобы функция у меня будет рядом с аминоморфизма. Ну, там, я не знаю сколько, там, 50-е решание. Но здесь же тоже изучаются замены переменных, фактически. И можно ли с помощью замены переменных, там, если где-то есть не очень хорошие условия, то изглавить. Ну, если функция ограниченной вариацией, она же может быть не дифференцирована, функция контр-аданная. А нужно с помощью гомеоморфизма ее исправить до Липшицевской функции. Ну, может быть, здесь просто таких станций очень не осматриваются. В смысле нет? Нет. Упулярность такая, что вот если отображение порождает хороший аминоморфизм, то оно достаточно хорошее будет. То есть вот даже изначально можно полагать, что класса не очень хорошего, а оно оказывается суммировано с большей степени. То есть, скажем, место лежало W2, то сами держать W бесконечно? Нет. Вот W1,2, например, W1,2 плюс x, скажем так. Или более точно там классы Олеча Соболева как раз в шкалах. В каком смысле она их управляет? Нет. Если это задает z, то эта функция, которая задает, она тоже хорошая. Понимаете, что означает хорошая? Самое хорошее в вашем понимании – это тождественник. Ну, там он ничего не искажает. Ну, т.е. в замене переменных, там было x, а опять поставили x. А вот я немножко про другое говорю. Вот была функция ограниченного реакции, а у меня совсем не хватило. С помощью раз в немоморфизме сделали ее, она стала линчатой. Нет, но здесь задача все-таки другого. Наверное, так можно рассматривать. Я ничего не говорю, я не очень хорошо знаю. Вот у нас есть оператор композиции. У нас в области пространства разных ступеней. Если известно, что из этого пространства, Клавкова, мы получаем оператор композиции, который более сфункционирован, то, действительно, ваша проблема решается. Это означает, если известно. В вопросах другого. Существует ли такой, например, берем функцию, или класс. Для каждого пункта из этого класса найдете гомер-марфиз, какой, что он переводит этот пункт и отсюда вот сюда? Так, ну вот. Если это гомер-марфиз задает отображение... А я говорю, что существует ли? Так, тут проверка того, что это отображение, оно как раз таким свойством обладает. То есть берите любое из этого класса, значит, оно вам улучшит это отображение. Вы ставите задачу, когда у вас есть конкретные функции, и вы к ней подбираете замену переменной хорошего. А если наоборот, конкретная замена переменной... А если наоборот, то есть, если наоборот, то есть, если наоборот, то есть, если наоборот, то есть, если наоборот. Я еще раз говорю. Я вот теоремы, которые обычно в этом веществном анализе, в гомер-марфизме, теоремы исправимых бывают двух. Либо мы берем функцию, смотрим сужение на какое-то множество, и там она хорошая. Либо там с помощью чего-то пытаемся ее исправить. И вот я-то говорил, что с помощью гомер-марфизма функцию ограниченной вариации исправляют до липшинских функций. Вот здесь такие же, но здесь же тоже гомер-марфизма не просто так. Можно, конечно, сказать, что круг и, скажем, квадрат у нас там гомер-марфны. То все, значит, были функции на круге, стали функции на квадрате. А я-то говорю про другое, что была функция там... А потом раз, вместо, скажем, функции из класса Соболева, получится там функция из класса Гёрдера какого-то. Ну, понятно. Здесь не так. Нет, в принципе, вот это мы получили степень суммированности, а дальше теорема вложения работает. Ну, давайте поднимем, теорема вложения, скажем, на скорую. Вы, в этом случае, получите суммирование только где-то. Ну, то есть, будем рисовывать. Ну, там, сами, например, мы сделали, там, и гаммы, и все. То есть, получилось, что, ну, произойдите, примерно. И совсем не хорошо, не было, не знаю. Ну, может, я... Если она задает оператор за эти два справа, все... Вы говорите, что я задаю, а я говорю про другое, что... Есть функция? Есть функция? Построить. Отписываться. Все виноват. Ладно. Нет, не так есть, кстати говоря, необходимые и достаточные задачи. Необходимые и достаточные услуги. На заменах или нет. Просто есть необходимые и достаточные услуги. Так, дайте, задачи. Ну, мы говорим про наши задачи. Все виноват. Больше не больше. Нет. 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 Нет.